Всем привет! Ну что, поговорим об ушастиках в начале этого лета. Покажу немного текущих акролов, важных для меня. Поделюсь первыми впечатлениями о новом для хозяйства Тверском комбикорме, Экорм. Отвечу на возникающие вопросы. Ну и покажу подробно уличную клетку свою, многосекционную, которая стоит у меня в вольере. С инструкцией по монтажу, разумеется. Ну а перед тем, как начать, поделюсь новостью. Запустил новый канал, посвященный моей собаке, восточноевропейской овчарке Чаре. Канал называется Кабыздох, все заглавные буквы. Кому интересно, заходите, подписывайтесь, но сразу предупреждаю, это не похоже на все, что я обычно делаю на своих каналах. Канал озорной, местами хулиганский, может присутствовать ненормативная лексика. Так что с детьми аккуратней при просмотре. Без чувства юмора вообще противопоказано. Вот теперь поехали! Итак, лето. Начались жаркие деньки. Ну, правда, в нашем районе вместо жары мы получили смерчи, дожди, нас залило по уши. Но это не важно. Для многих любителей это пора сиесты. Кроликов в этот период, ну, пару месяцев примерно не покрывают, именно из-за жары. Ну, у меня такого сезона отпусков, конечно, не предусмотрено. Просто количество покрываемых в этот период крольчих обычно меньше, чем стандартные волны. Это связано не с жарой, а с тем, что спрос сезонный немного проседает, как раз месяца на два. Видимо, люди как-то разъезжаются, ну и нет смысла держать много молодняка. В этот период народ, видимо, как-то затаривается свининкой, бараниной для шашлычков, курочкой для гриля. Ну, а потребление диет, питания полезного, крольчатина прогнозируемо снижается. Из самых интересных акролов, это, конечно, акрол булочки. В самом начале июня новозеландская белая крольчиха принесла 8 крохотных НЗБшек. Прямо скажу, эта порода меня совсем не радует результатами. А у булочки вообще уже была черная метка. Крольчихи каннибала. Ибо свой первый акрол она зверски погрызла без причин. Вообще. Это было действительно страшно. В этот раз тоже все пошло нештатно. Прихожу я поутру, но, к счастью, я заехал вот именно в этот день в хозяйство. А они розовенькие, махонькие, новенькие, лежат кучкой, аккурат посреди клетки. В маточнике пусто. Пуха ноль. Благо трапик был, и никто никуда не провалился. Все лежали вот так вот скучно. Крольчиха вдоль длинной стенки клетки у меня вытянулась. С видом я дело сделала, отдыхаю, остальное меня не волнует. Ну, мысленно я, конечно, уже с ними попрощался, с крольчатами. Потому как первый акрол, зверски загрызенный, ну, не давал особых поводов для оптимизма. Но делать нечего. Стандартный протокол. Формируем гнездо вручную, пока мать в мечтах и меланхолии пребывает. Сено дополнительно. Пух от другой крольчихи в гнездо. Детей в кучку. И в пух. Благо, лето, жара, никто не замерз. Да и видно, что только-только вот родила. К чести ее надо сказать, что родила чистенько, никого нигде и даже не царапнула. Малышня розовая, чистая, то есть даже облизала все как положено. Но вид у крольчих НЗБ, конечно, триндец какой безучастный бывает по отношению к крольчатам. Идеи по поводу того, что кормить искусственно самостоятельно, отметаем сразу. Потому что сейчас загрузка настолько колоссальная, что я просто с этим не справлюсь. Надо быть честным, надо отдавать себе отчет в том, что ты можешь и что не можешь. Это нереально сейчас, поэтому вся надежда только на мать. Ну вот, поэтому наблюдаю, кормлю крольчиху вкусняшками и, о чудо, крольчиха реально реабилитировалась. Никаких неправильных поползновений. Ну вот сами можете видеть, крольчиха вместе с крольчатами. Крольчата уже подросшие, мать их кормит нормально. Хотя, конечно, рождаются НЗБшки совсем махонькими. Ну, то есть по сравнению с крольчатами той же советской шиншиллы или белого великана, они просто крохотные. Никого мать не обидела, слава богу, все нормально, все как положено. Но, конечно, как я уже отметил, темперамент и вид у этих крольчих при акролах, при взаимодействии с крольчатами, производят такое некое впечатление безучастности и даже аутизма. Поэтому мне гораздо, конечно, ближе такие открытые породы, такие как советская шиншилла, серебристые. Вот там матери так матери. Попробуй взять или залезть в гнездо без спроса или без ее одобрения. Даже самые добрые могут вполне отоварить как следует. Ну, чтобы просто не наглел. Сразу мать даст понять, что крольчиха тут не просто так, пакет с молоком. А вот НЗБшкам пофиг. И это вовсе не потому, что крольчихи НЗБ какие-то добрые или доверяют. Нет, они бывают очень взбалмошными и даже агрессивными. Это просто какая-то такая вот отрешенность и легкий аутизм. Булочка была переведена вместе со всей ее оравой на Экорм, тверской комбикорм, для лактирующих крольчих. И вот по ней мы уже будем следить, по ее крольчатам, за привесами в контрольных точках по месяцам. Пока они еще маленькие, но очень активные. По поводу как раз тверского комбикорма Экорм. Было несколько вопросов под первым видео. Уточняю. Комбикорм полнорационный. То есть в его состав входит травяная мука. А значит можно кормить только гранулами. Необходимости дополнительно давать сено нет. Содержание травяной муки в Экорме составляет не менее 20%. Это я уточнял при заказе. Это в принципе стандартная хорошая доля 20% для полнорационных комбикормов для кроликов. Тверской мелькомбинат. Один из лидеров отрасли. Предприятие известное почти полтора века уже. Ну там все серьезно. На предприятии как положено имеется собственный НТЦ. Научно-технический центр. Который занимается составлением как раз рецептов комбикормов. Исходя из физиологических и возрастных особенностей животных, птицы. Что оправдано. Разумеется лактирующая самка, молодняк и холостые маточные животные должны питаться по-разному. Ну чтобы не было потом вопросов, почему с одной стороны нет привесов, а с другой почему маточные животные у нас зажирели и не хотят размножаться. На предприятии есть собственная аттестованная лаборатория, которая осуществляет двойной контроль качества сначала при приемке сырья и затем после технологического цикла при выходе готовой продукции. Как положено. Кстати, после первого видео мне зрители написали, что данный комбикорм появился на Озоне. Я откровенно говоря никогда комбикорм на Озоне не покупал, потому что объемы не те. Но для объективной картины, вот пожалуйста, действительно линейка тверских кормов и корм для разных видов животных и птиц есть теперь на Озоне. Универсальный и корм для кроликов стоит там 1300 рублей за мешок, и корм для лактирующих с молодняком 1400 рублей. Я покупал, напомню, в розничной точке по 820 и 850 рублей за мешок соответственно. Конечно, на приличное поголовье выгоднее поискать точку розничных продаж. Это безусловно. На сайте производителя всегда есть такая информация в разделе контакты и дилеры. Я вот у себя поблизости две точки обнаружил. Нормально, действительно, они снабжаются этим кормом. Но с другой стороны, теперь нельзя говорить о том, что, мол, у нас в районе невозможно никакой комбикорм купить. Ну, тоже встречал коллеги, жаловались на это. Ну вот, пожалуйста, привезут в пункт Озона прямо рядом с домом. Это удобно. Если несколько животных там для себя, нет проблем. Можно и заказать. Комфорт он дороже всегда. Если же поголовье измеряется десятками, тут уже, конечно, надо думать. Иначе баланс может не сойтись. Надо уже искать либо кормовую базу дилеров, либо точку продаж рядышком. Ну вот, все животные в вольере у меня, в частности, как раз переведены на Тверской универсальный икорм. Едят с удовольствием. Ну и как раз покажу вам вот этот относительно новый тип клеток у меня в хозяйстве, которые у меня размещены в вольере. Зрители просили поделиться размерами, ну и в целом показать, что к чему. Все новое – это хорошо подшаманенное старое. Я в свое время показывал образцы своих полупромышленных клеток, трехъярусные, двухсторонние, большие, на 36 мест у меня стояли, с общим центральным сбором отходов. Но в итоге я разочаровался в такой системе именно для себя и демонтировал эти батареи. Дело не в том, что система эта плохая. Дело в конкретных условиях. Для тех, кто постоянно находится в хозяйстве и готов ежедневно обслуживать клетки, это отличный вариант. Он компактный, позволяет много размещать, позволяет делать такой конвейер своего рода. А вот для тех, кто в хозяйстве бывает наездами, не может тратить время на регулярное, постоянное обслуживание, эти клетки многоярусные начнут создавать проблемы, они будут тяготить. Это абсолютно точно. В итоге я полностью их разобрал, но плюс этих конструкций моих в том, что при разборе получились готовые секции. Рамки, которые я взял за основу, как раз для постройки уличных клеток для кроликов под навесом. Размеры у меня получаются 75 сантиметров на 205 длины. Это нижняя рамка одной секции, то есть по сути это рамка пола. Секция разбита не на 5 частей, как было в полупромышленном варианте, а на 4 отсека. Ну, слишком тесно получается сидеть моим породом, который я развожу, и моим миксом, если брать за основу стандартную полупромышленную ширину. Им тесновато, поэтому я сделал не 5 отсеков, а 4. И получается одно посадочное место 75 на 50. Эта клетка не маточная, не для сукрольных самок. Это именно для резерва, для молодняка. Отлично подходит. Все остальные прекрасно себя чувствуют. Для сукрольных самок, конечно, другие совсем размеры. Высота 55 сантиметров в стандартной вот такой секции. Верхняя рама получается шириной 60 сантиметров. Высота лицевой панели 30 сантиметров. Получившийся скос закрывает единая дверца из сетки 25 на 25 миллиметров на петлях. Фиксируется эта сетка двумя крючками. Просто и надежно. Побегов не было. Сетка подогнута и имеет выпуск около 5 сантиметров, что делает прилегание четким и исключает возможность как раз побега. У меня две такие двухметровые клетки стоят бок о бок торцами по всей длине. Поскольку клетка хоть и в вольере под навесом, но по сути она уличная, все стенки, кроме закрытого сеткой скоса, зашиты сплошняком ОСБ. Лучше, конечно, это делать фанерой, но у меня от стройки оставалось довольно много кусков, которые как раз и пошли в дело. Все мы понимаем, что ОСБ не самая экологичная история. Но все-таки формальдегиды выделяются из нее при высоких температурах. Ну а когда клетка горит, надо не об экологичности думать, а тушить пожар. Дно в клетках я сделал из брусочков и досочек. Это отходы мебельного производства и достались мне абсолютно бесплатно. Эта клетка в принципе никаких денег мне не стоила, кроме саморезов и литра дешевой краски, которой я подкрасил металлические рамки перед монтажом. Брусочки, досочки я слегка подшлифовал с той стороны, которая прилегает к лапкам кроликов. И посадил на саморезы клопы с широкой шляпкой и с буром. Расстояние между планками примерно полтора сантиметра. Кормушки внутри бункерные, объемные, хватает на четверо суток спокойно. Паение ниппельное, труба с верхними вертикальными паилками удлиненными. Прям труба 25 мм. Паение из емкостей. Долеваю. Перегородки между отсеками также из ОСБ и крепятся на пару уголков. Стойки, которые служили опорой полупромышленной клетки, в неизменном виде были поставлены по бокам данной конструкции, и секция с кроликами была закреплена на удобной, комфортной мне высоте, позволяющей с легкостью проводить регулярные уборки, не дожидаясь скопления невероятных объемов отходов, как было, когда в полупромышленной клетке вместо 8 животных сидело на единицу площади минимум 36, не считая нижнего яруса с мальками. Здесь вообще никаких проблем нет. Опилками слегка присыпаешь, ну как осушитель действуют опилки, и ни мух, ни запаха нет. Раз в неделю, не напрягаясь, убрал два ведра легких отходов, так как они смешаны с опилками, и это все очень легкое, и прекрасно. Наверху конструкции тоже узенькая рамочка, это запчасть от первоначальной клеточной батареи осталась, она придает всей конструкции жесткость, потому что тогда получается три вот такие рамки распределены на всю высоту. Устойчивость придается, и на этой верхней рамочке удобно размещать питьевые емкости со шлангом. В целом, ничего хитрого, все решения очевидные и простые, но, возможно, кому-то будет полезно. Эти клетки размещены у меня в вольере, поэтому даже если найдется какой-то упорный, ушастый вредитель, который будет прям неистово грызть конкретную планку пола и прогрызет дырку, и даже вывалится наружу, он никуда не сбежит, он будет заперт в закрытом вольере. Поэтому побег, в принципе, невозможен. В целом, вольер, обшитый PET-листом и фасадной плотной сеткой, оказался прекрасным, по сути, помещением для живности. Я очень доволен. Все, кто говорили, что это будет теплица, ребята просто не очень внимательно смотрели видео, в котором я говорил, что, во-первых, такой вольер стоит обязательно в тени высоких деревьев у меня, поэтому там не бывает палящего солнца практически. И больше половины этого вольера затянут фасадной плотной сеткой, которая создает устойчивую тень и в то же время продувается, поэтому никакого эффекта парника нету. торцы вообще продуваются нормально. Поэтому вольер это классно. Во всяком случае, обслуживать эти клетки, которые сейчас у меня установлены в вольере, мне стало гораздо проще, чем те клетки, которые маточные, стоят в теплых родильных отделениях крольчатников. Я трачу гораздо меньше времени. Ну а на этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Заходите в гости на каналы Кролики Шортс и Кабыздох и до новых встреч. Пока.